День Республики Торжественное мероприятие прошло перед Акурдой. Рапорт главе государства отдал начальник роты почетного караула. И голубой стяг поднялся в небо под звуки национального гимна. Параллельно поднятие государственного флага проходит во всех регионах страны. Касым Жумар-Тукаев поздравил казахстанцев с праздником, отметив, что декларация о государственном суверенитете обозначила исторический выбор Казахстана. Этот судьбоносный документ закрепил неделимость и неприкосновенность нашей территории, приверженность усилению общенациональной идентичности, гарантии прав и свобод граждан. Казахстан Республика Казахстан Республика Торжественная церемония поднятия флага в честь Дня Республики состоялась и на высокогорном катке Медеу в Алматы. Отмечу, здесь размещено крупнейшее в городе знамя нашей страны. Высота флагштока 40 метров. Размеры самого флага 7 на 14 метров. В мероприятии приняли участие глава мегаполиса Ербулат Досаев, общественные деятели, ветераны, активная молодежь и многие другие. На церемонию поднятия флага, знамени нашей страны, пришло порядка 2000 представителей молодежи, в их числе и активисты города. Такие мероприятия очень важны для патриотического воспитания. После торжественного исполнения гимна на сцене выступили звезды отечественной эстрады. Артисты порадовали публику ярким концертом в патриотическом духе. По словам участников, такие мероприятия помогают пробудить чувство гордости и любви к родине. Такие символы, как знамя, гимн, герб – это суверенитет нашей страны, это независимость нашей страны. Поэтому мы сегодня присутствуем здесь на поднятии нашего флага, для того, чтобы показать, что наша страна, у нее есть будущее, и мы идем вперед. Всех казахстанцев с праздником мира, добра и процветания нашему Казахстану. Телеграмма с поздравлениями. С самого утра поступает в адрес президента Казахстана по случаю Дня Республики. Первые лица государств, монархи, руководители международных организаций выражают слова поддержки и надежды на дальнейшее сотрудничество, а также желают нашей стране благополучия и процветания. Касым Жамарт Тукаева поздравили главы России, Китая, США, Великобритании, Франции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Белоруссии, Турции, Словакии и Сербии. Поздравления с Днем Республики прилетают не только от мировых лидеров. Казахстанцев в эти дни поздравляют люди искусства, общественные деятели и спортсмены. Не остались в стране и участники азиатских параигр, которые в эти дни проходят в Ханчжоу. В соревнованиях, проводимых раз в 4 года, разыгрываются 564 комплекта медалей по 22 видам спорта. Казахстан успехов в спорте, побольше медалей на Олимпиаде. История главного праздника нашей страны берет свое начало с 1990 года. Именно в этот день была принята декларация о суверенитете. Историческая дата заложила фундамент независимости современного Казахстана. Давайте вспомним, что происходило в республике ровно 33 года назад, когда Верховный Совет сделал судьбоносный выбор и фактически переписал историю нашего государства. Моя коллега Дина Женобекова выслушала воспоминания свидетелей тех дней. В 1990 году необходимость принятия исторического документа не вызывала каких-либо сомнений. В обществе все чаще стали звучать призывы к срочному переходу на форму независимого государственного управления. Народ видел безразличие советской власти к нуждам и чаяниям простых людей. И только принятие суверенитета могло стать гарантией светлого будущего для казахстанского народа. Принятию декларации нашей страны предшествовал системный кризис, который был в тот период в бывшем Советском Союзе. Центр практически не способен был руководить союзными республиками. Вторая сессия Верховного Совета Республики, открывшаяся 15 октября 1990 года, начала работу с обсуждения двух проектов декларации о государственном суверенитете Каза СССР. 25 октября итоги работы комиссии с одобрением большинства голосов были обнародованы на сессии Верховного Совета. После шестичасового постатейного обсуждения без существенных изменений декларация была принята. Позже этот день был объявлен Днем Республики. Сессия началась с торжественного принятия декларации о государственном суверенитете Казахстана. Декларация провозгласила суверенитет Казахской ССР и декларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства в качестве основополагающих принципов суверенной государственности были установлены унитарное государство, целостность, неделимость и неприкосновенность его территории, возрождение, развитие самобытной культуры и традиций языка казахского народа и других народов Казахстана, укрепление национальной самобытности. Сегодня бывший дом правительства включен в государственный список памятников культуры и искусства республиканского значения. В те годы нынешний зал независимости не имел официального названия. В народе его называли «круглый» или «овальный». Всего в нем 460 мест. Именно здесь члены Верховного Совета 25 октября 1990 года приняли тот исторический документ, который по сути стал основой сильного, нового, независимого и суверенного государства. В прошлом году Касымжом Артукаев решил вернуть незаслуженно забытому в последние годы Дню Республики статус национального праздника. 25 декабря 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, День Независимости остается главным национальным праздником. В этот день следует чествовать наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости. Возвращение Дню Республики статуса национального праздника вызвало широкий отклик у жителей Казахстана. Представители интеллигенции, известные творческие личности и общественные деятели активно поддержали идею масштабного празднования знаменательной даты. День Республики на самом деле важный праздник, потому что именно в этот день наше государство стало независимым. У нас есть возможность учиться, у нас есть возможность жить в свободном государстве. Я считаю, что это действительно важно не только для нас, но и для всех будущих поколений. День Республики можно справедливо назвать точкой отчета новейшей истории Казахстана. Национальный праздник призван возвысить дух народа, укрепить государственность, наше единство и солидарность. Вот насколько же казахстанцы осведомлены об истории важности Дня Республики? В поисках ответа мы провели опрос среди горожан о том, какой сегодня день и что он значит для нашей страны. За правильные ответы участники получали призы от нашей редакции. Рустамар Албаев проводил праздничный опрос. День Республики в стране вновь отмечается только с прошлого года. И наша редакция решила спросить у рядовых казахстанцев, насколько же они осведомлены об этом празднике. Какой сегодня день? Сегодня у нас праздник большой, День Республики. Поздравите казахстанцев с этим Днем? Конечно, я поздравляю всех с нашим праздником. Это великий праздник, большой, для нас очень важный. Наша независимость, наша республика, это наше достояние. Спасибо большое. Вас тоже с праздником. Держите. Хорошего вам дня. Спасибо вам. Хочется, чтобы дети и внуки наши жили в мире, и мы соответственно. Только мира. Спасибо, Ирина. А за участие в нашем маленьком опросе для вас предусмотрен приз. Немножечко патриотичный, но такой сладенький. Самый любимый, самый вкусный. С праздником вас. Вас тоже спасибо. Скажите, а какой сегодня день? Вот кто первый ответит, получит приз. Вот такой приз получит. Вот сейчас моя супруга скажет. День Республики. День Республики. Правильно. Поддержите. Спасибо большое. Обещанный приз. Хотите поздравить казахстанцев что-нибудь, им пожелать? Супруга, если. Поживайте вместе. Ну, мы бы хотели пожелать мирного неба, чтобы у всех все было. Достатки, чтобы мы все жили. И чтобы наши дети росли в счастливой стране, с хорошим будущим. Добавите что-нибудь? Счастья, здоровья, все. Скажите, вот какой сегодня день? 25 октября, День Республики Казахстана. День Республики Казахстана. Правильно. А вы знаете, с какого года мы заново празднуем этот праздник? По-моему, с прошлого года мы празднуем. С прошлого года все правильно. Поздравите казахстанцев с этим днем? Поздравляю всех. С Днем Республики. Спасибо. Держите вот это от нас вам маленький приз. Такая патриотическая сладость. Спасибо. С праздником вас и хорошего вам дня. Спасибо. До свидания. А всего сегодня, в этот день, мы опросили порядка 100 казахстанцев. И практически каждый из них не только ответил на вопрос, какой сегодня день, но и смог рассказать краткую историю этого праздника. Поздравляем всех с Днем Республики Казахстан. Рустам Аралбаев, Мирам Исабеков, телеканал Алматы. С размахом этот день отметили в столице. В главном городе страны организовали порядка 200 праздничных мероприятий. Для горожан подготовили спортивные соревнования, образовательные акции. Кроме того, в жилых массивах окраин пяти районов Истаны устроили зажигательные концерты. В праздничную атмосферу окунулась наш корреспондент Мира Альжанова. Праздничные гуляния в Астане проходили в разных районах города. Концертные программы организовали в жилых массивах Коктал-2, Уиндерес, Интернациональный, Пригородный и в микрорайоне Жигалау. Этот праздник, которому в прошлом году вернули статус национального, люди ждали с нетерпением. В Астане уже живу два года. Мне этот праздник очень нравится. Это мой праздник. Этот праздник у меня сегодня тройной праздник. Так как у меня внучка родилась, день республики. И вот такой прекрасный солнечный день. Я всех кадахстанцев поздравляю с этим великолепным праздником. Желаю всем счастья, главное здоровья желаю. Своё мастерство жители микрорайона Пригородный продемонстрировали артисты Государственной академической филармонии. Они радовали публику казахскими национальными песнями и народными танцами. В Пригородном целом население проживает порядка 15 тысяч. На день города, на день республики организовываем такие концертные мероприятия для жителей массива. Настроение у людей, как видите, отличное. Не остались в стороне и волонтёры Астана Жастаре. В честь национального праздника они запустили акцию по поляризации государственного символа. В преддверии празднования Дня Республики в Астане запустили массовый челлендж Так на окнах, балконах и, как видите, вдоль улиц вывесили порядка тысячу флагов. В городском парке отдыха и культуры участники Центра активного долголетия Ауэзовского района организовали концертную программу для жителей мегаполиса. О ярких, зажигательных выступлениях алматинских пенсионеров расскажет Амина Усенова. Красивые и нарядные в праздничных костюмах пожилые алматинцы сегодня были главными героями сцены. Важную дату бабушки, дедушки отметили танцами и песнями. Все музыкальные номера они готовили сами, ведь для них День Республики – это символ того, для чего они трудились. Сегодняшний праздник для казахстанцев – большая радость. Вся страна отмечает День Республики. Это показатели единства и дружбы нашего народа. Сегодня ветераны сами организовали концерт, танцуют, поют. Это большой пример для молодежи. Пусть каждый, и стар, и млад, гордится своей родиной. С праздником! На сцене в этот день выступали ансамбль бабушек Гальди Раим, Шаббат, Трио Сюрприз и многие другие творческие коллективы ветеранов. Люди приходили на концерт с детьми и внуками. А завершился концерт флешмобом бабушек шоу-балета Куин. Поздравляем всех-всех казахстанцев с праздником. Будьте счастливы, здоровы, ходите побольше, побольше эмоций хороших. В общем, всего доброго. Целую всех-всех-всех, кто меня видит. Пожалуйста, гуляйте сегодня. Отличный концерт. На сцене выступают ветераны, поют песни и танцуют. Поздравляю казахстанцев с Днем Республики. Мирного и спокойного неба над головой счастья нашим детям. Всех благ нашей стране. Мы вот сейчас рядом проходили, прогуливались, увидели такое мероприятие. Нам очень понравилось. Хочу поздравить всех казахстанцев с этим замечательным праздником. Хочу пожелать всем благополучия, здоровья и, конечно же, процветания нашей страны. Празднование Дня Республики – особенно важная дата для старшего поколения. Для тех, кто видел годы войны и с трепетом в сердце мечтал о суверенном государстве. Стоит отметить, что в Ауэзовском районе проживают около 47 тысяч пенсионеров. В том числе пять участников Великой Отечественной войны. Свыше тысячи участников Трудового фронта и 11 долгожителей. Амина Усенова, Саран Галиму Найтпасов, телеканал Алматы. Премьеры самых ожидаемых казахстанских фильмов пройдут в ближайшие три месяца. Это кинопродукты разных жанров. От исторических драм до экшен-боевиков. В успешности проектов их идейные вдохновители не сомневаются. Они отмечают, за годы независимости поддержка отечественной киноиндустрии заметно выросла. Положительная тенденция наблюдается и в других сферах искусства. Рамина Мирзалимова продолжит. Коллекцию самого крупного музея страны имени Аблхана Костеева собирали много лет. К нам в 1936-м десятки произведений из своих фондов отправили знаменитые. Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей и не только. Затем из года в год увеличивалось количество меценатов, а из числа посетителей все больше людей превращались в истинных ценителей искусства. Сегодня Костеевка – место проведения крупных международных выставок и кладезь более 25 тысяч художественных шедевров. Наше современное искусство, традиционное искусство, оно все-таки развивается, развивается в таких новых направлениях. Наши художники ездят за рубеж, узнают новые какие-то веяния, направления, техники, экспериментируют. Вот эта работа, она кипит, идет. Сейчас мы выходим на новый уровень. Это цифровизация, это доступ наших музейных коллекций на более широкий уровень, то есть больше охват аудитории. Для жителей крупных городов осенний сезон – пора наслаждения изяществом балетного искусства. Новыми постановками ежегодно радуют артисты театра оперы и балета имени Абая. Астана – балеты не только. Нашим балетоманам свой талант показывают и зарубежные танцоры. В рамках международного фестиваля балета «Балет Глоб» казахстанской публике открываются мировые тренды в исполнении солистов и этуалий лучших театров. Казахстанские артисты сегодня очень востребованы за рубежом. Например, Астана-балет театр со спектаклем «Кармен Сюита» в хореографии Алонсо съездили в Женеву. Посмотрите на наши театры. У нас есть театр Астана-балет в столице. Есть театр Астана-опера. Есть наш альмаматор, казахский национальный театр опера-балета имени Абая. У нас сегодня построен новый театр Алматы театра в культурной столице. Поэтому есть развитие, есть возможность. Фундамент любви к классическому академическому искусству и кино зарождается в театре «Кокол». Потому, отмечает известный режиссер Абекпулат Парманов, необходимо создавать больше постановок, которые будут взращивать в детях понимание ценности национальной культуры. Говоря о развитии театров «Кокол», можно отметить увеличение количества масштабных проектов, реализованных совместно с ведущими зарубежными артистами. Один из которых – международный фестиваль «Алматы-папет-фестиваль», который завершился накануне. В нем участвовали около 150 зарубежных кукловодов из Турции, Польши, Грузии и не только. Этот фестиваль должен дать нам свет, куда же мы должны идти дальше. Но в то же время, я считаю, театр «Кокол Казахстана» никогда не должно забывать, что это театр «Кокол Казахстана». Они должны иметь свое лицо. Очень важно, чтобы они были интересны не только зрителю. «Магана Зараудар», «Хотя бы в кино 2», «Дос Мухасан», «Время патриотов». Ряд отечественных фильмов, выпущенных в прошлом году, получили широкое признание зрителей. Некоторые проекты до сих пор гастролируют по миру и принесли успехи на международных фестивалях. Среди недавних кинокартин немало и дебютантов. Это полнометражный дебют клипмейкера и султана Сеитова «Каш», Алишера Жадигерова «Отау» и не только. Лидер проката, конечно, это «Дос Мухасан», картина, которая очень полюбилась и зрителям нашим, и многочисленным покупателям такого контента. Так что та задача, которую ставило перед собой государство по тому, чтобы расширить, во-первых, сферу тех независимых продюсерских компаний, которые могут пользоваться государственной поддержкой, эта цель была достигнута. Наш зритель хорошо воспринимает наше отечественное кино. Как отмечают представители киноиндустрии, производство фильмов увеличилось в разы. И в среднем у нас в год выходит порядка 60 картин. Только в 2022-м прокатный рынок страны вышел на уровень в 20 миллиардов тенге. 40% из них собрали отечественные фильмы. Из вышедших 450 картин 64 – казахстанские. Лучших полицейских Алматы наградили ко Дню Республики. За высокие показатели в службе и проявленный профессионализм были поощрены более 170 стражей порядка. В церемонии награждения приняли участие ветераны правоохранительных органов. Их поздравил с праздником и поблагодарил за вклад в борьбе с преступностью начальник городского департамента полиции Арастангани-Запарф. Он отметил, что День Республики – это дань уважения многим поколениям людей, которые ценой огромных усилий добились суверенитета и независимости Республики Казахстан. С главным праздником страны поздравили казахстанцев и алматинские пожарные. Спасатели выстроили из новой спецтехники цифру 25, символизирующую знаменательную дату торжества. Перформанс провели перед театром Алатау вблизи Алматы-арены. На сегодня оснащенность противопожарной службы необходимой техникой составляет более 95%. Как отмечают сотрудники, за годы независимости удалось создать оперативную и мобильную систему реагирования, которая с каждым годом совершенствуется. В период с 2016 по 2022 автопарк службы пожаротушения пополнился на 111 единиц автотранспорта различного назначения. Основательно ко дню республики подготовились и учащиеся 210-й школы лицея Алматы. Там организовали масштабную праздничную программу. Ребята по традиции исполнили государственный гимн. Читали стихи, посвященные независимости республики. Яркие и нарядные дети символично изобразили цифру 25, а также солнце и парящего орла. Таким образом, они выразили свою любовь и преданность родине. Яркие наряды, керамическая посуда и стильные украшения. В Алматы сегодня собрались отечественные ремесленники и мастера из стран ближнего зарубежья. Они представили свои изделия, выполненные в национальном стиле. А еще делились уникальными историями, которые легли в основу их ручной работы. На ярмарке декоративно-прикладного искусства побывала и Аида и Монолей. В этот праздничный день Алматинский Арбат превратился в настоящую мозаику культур благодаря ярмарке ремесленников из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Местные жители и туристы могли приобрести себе ручную вышивку, ювелирные украшения, ковры из войлока и множество других изделий. Хотелось бы поздравить всех наших казахстанцев с таким большим праздником. На эту ярмарку приехали ремесленники, примерно 60 человек. Нашу ярмарку очень любят, потому что это изделия, которые не делаются на фабрике, они делаются руками. Одна из постоянных участниц ярмарки Бибет Кулькасымбекова славится своими национальными украшениями. Мастерист изготавливает бижутерию уже более 20 лет. Семейное дело передалось ей от бабушки и матери. В своих работах женщины используют традиционные техники и узоры, а также драгоценные и полудрагоценные камни, чтобы создать украшения, которые воплощают в себе культурную историю нашей страны. Дизайн я придумываю сама. В детстве я была вдохновлена красотой и значением этих украшений. Благодаря старшим я начала свой собственный творческий путь в этом искусстве. И мне нравится мое дело. Мастер из Узбекистана Дельшот Хакпердиев рассказывает, что изготовлением керамической посуды и шитья костюмов с орнаментом занимается уже порядка 20 лет. В их семье искусство керамики передается из поколения в поколение. О своих работах мастер чаще всего изображает культурный ваншафт страны. Я сегодня к Дню Республики Казахстана привез свои авторские работы из керамики. Сегодня в основном покупают посуду на праздничный стол, табак, под бешпармак, под плов. На стене настолько отличное, хорошее. Каждое изделие несет в себе кусочек истории и культуры своей страны. Особенностью является то, что здесь переплетаются настоящие прошлые. Почти забытые ремесла соседствуют с современным хендмейдом. И каждый вид искусства по-своему интересен. Ведь все это делается вручную, с любовью. Горожане этот важный день решили отметить по-спортинам. Юниоры боролись за звание лучшего в шести видах спорта. Казах-корресе, дзюдо, карате, мини-футбол, волейбол и настольный теннис. Судили спортсменов жюри международного и республиканского уровня. Около 300-350 человек принимают участие в сегодняшнем турнире. Все они очень хорошо подготовлены. Все проходит в соответствии с регламентом. Судьи из Алматы, по два из Таразы и Алматинской области. Дети 2012-2013 годов рождения борются в семи весовых категориях. А также три категории среди девочек. В среднем командных видах спорта участники разделились на две категории. 12 взрослых команд боролись за звание лучшего в волейболе, футболе, принимали участие дети с 2009 года рождения. Отмечу, в турнире состязались свыше тысячи спортсменов из разных регионов страны. Спортивный фестиваль планируется проводить на ежегодной основе. Я выступаю от лица команды Байконыр. Мы играли против команды Аккент. Выиграли со счетом 2-0. Надеемся выиграть и всех остальных соперников. Сам я занимаюсь футболом уже три года. В Алматы сегодня провели турнир по национальной борьбе Уэнер Барса. Вместо профессиональных пылуанов на татами вышли известные актеры, певцы и медиазвезды. Пальму первенства в этот раз оспаривали 20 участников. Уэнер Барсес 2019 года популяризирует Хазах Кресе. За эти годы внимание к проекту проявили тысячи любителей зрелищных боев. Этот проект уже стал традиционным. Ежегодно мы меняем формат и приглашаем интересных участников. К примеру, в этом году победитель будет определяться после каждого боя из двух соперников. Командного зачета не будет. Сегодня мы вышли на новый международный уровень, потому что есть участники из Узбекистана. Казахстанский певец Арман Кунырбаев принимает участие в турнире уже в четвертый раз. В этом году его схватку с чемпионом ММА Куатом Хамитовым зрители ждали с нетерпением. Это особенный турнир. В этом году он проходит в формате ММА. Одна схватка, один победитель. Соперников мы знали заранее, проводили трэш-ток. Раньше мы не знали, с кем будем сражаться перед выходом. Все решалось путем жеребьевки. Главное подарить эмоции и настроение зрителям. Уважаемые телезрители, коллектив телеканала Алматы еще раз поздравляет вас с праздником. Пусть в ваших домах всегда царит единство и согласие. Пусть каждый из нас вносит вклад в процветание нашего общего дома Республики Казахстан. На этом специальный праздничный выпуск новостей подошел к концу. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин